Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Игоря Озеров, и я приветствую кинорежиссёра, поэта, автора, исполнителя собственных песен и стихов, чей фильм «Головар 2. Струна на днях» буквально выходит в российский прокат. Юрия Батуева. Юр, добрый день. Юр, добрый день. Приветствую всех твоих слушателей твоего канала. Игорь Озеров, на котором постоянно выходят новые свежие передачи содержательные. Слушаю всё время и даже, как говорится, не в упрёк нашим местным СМИ, а больше информации черпаю у тебя, твоих гостей, потому что вы разбираете постоянно какие-то такие животрепещущие вопросы. Самое главное, что здесь можно услышать разные мнения, противоречивые, и это очень классно. Ну вот, одну из таких тем и с тобой тоже разберём, обязательно постараемся информативными быть. Послание Владимира Путина Федеральному собранию, послание президента России, состоится 21 февраля, его пресс-секретарь Дмитрий Песков об этом на днях сообщил. Ну, штука такая обсуждаемая, просто хотя бы потому, что в прошлом году это послание должно было состояться, но не состоялось. Хотя вот Путин и говорит, что в 2017 году тоже его не было по каким-то причинам. Ну, такая история довольно непривычная для нашего президента, который не упускает случаев публично о чём-то рассказать, поговорить. Тем более, сейчас ситуация очень такая сложная и важная во всех смыслах этого слова. И в связи с этим один из телеграм-каналов известных провёл опрос, 71 тысяча человек больше даже проголосовало. Вопрос был, что вы ожидаете от предстоящего послания президента России. Два самых крупных варианта ответа. 45% ждут важных решений и ответов на вопросы о специальной военной операции. И 42% не ждут ничего. Вот что ты ждёшь? Как это содержательное послание может выглядеть, которое аккуратно на Сагалган состоится? Так, ну, мы же все наблюдаем за миром из своих глаз. Из моих глаз пока виден только головар, который 16 числа выходит на 5 дней раньше. Ну, теперь я буду знать, что 21-го будет послание. На самом деле, просто из-за постоянной работы, из-за работы с кинотеатрами, с продвижениями и так далее, просто вылетел из основной повестки дня. И сейчас вот будем мы наверстывать упущенное. Ну, федеральное послание, что там будет? Да что-то мы всё время же ждём. Мы ждали, что будет после Нового года какая-то информация. И нас, кстати, провоцировали наши украинские соседи, что вот-вот будет полная мобилизация. Ничего не случилось, полтора месяца прошло. Нам только, наверное, остаётся дождаться послания, чтобы узнать, о чём хочет сказать Владимир Владимирович Путин. Потому что за все эти годы, когда у нас политика обострилась с 2014 года, уже сколько, 8 лет, 9-й год, мы всё время гадаем, гадаем, мы всё время думаем, что что-то случится, что-то произойдёт. А на самом деле, если всё это отбросить, то всё довольно-таки стабильно происходит. А со слов Владимира Владимировича всё идёт у нас по плану. Насчёт того, что что-то изменится, я не думаю, что будут какие-то сильные перемены, потому что все самые основные события произошли в 1922 году. Началась специальная военная операция, потом были различные манёвры в обе стороны. Потом была мобилизация, она такая неполная, частичная мобилизация, которая непонятно, она то ли закончилась, то ли не закончилась, нет указа, непонятно, призывает, не призывает, но, тем не менее, вот пока всё на этом остановилось. В целом, конечно, информационное поле в прошлом году было накалено, но всегда нужно понимать, что есть какое-то событие, которое происходит непосредственно где-то там, как говорится, на полях. Я не имею в виду на полях сражений, просто на полях. Есть, значит, новость, которая подаётся журналистам по тому событию. Это уже немножко трансформированная передача информации. Есть наш мозг, который мы с учётом своего жизненного опыта это всё воспринимаем. То есть, какая она правда по итогу, нам трудно понять. Это нужно просто вот самим взлететь на какой-нибудь там, не знаю, вертолёте, облететь всё, послушать и приехать, и самому проанализировать. Всё, что происходит сейчас, особенно там, на полях сражений, трудно найти правду, потому что одни говорят одно, другие говорят другое. Есть масса блогеров, лидеров общественного мнения. Если всех послушать, то в голове просто будет каша. То, что скажет президент, я думаю, наверное, это будет успокаивающая тема. То есть, он и так недавно сказал, что всё нормально с экономикой, даже экономика обретает некий рост. Соответственно, я думаю, что за год, значит, все те, которые были неприятные моменты для Российской Федерации, каким-то образом преодолевались. Не знаю, преодолелись они все. Ну, говорили о том, что и санкции были наложены по поводу нашей нефти, по цене на нефть. Они там какие-то начали закупать наши нефтяники, старые баржи и прочие плавающие эти нефтехранилища. И другие пути ищут по принципу, не доставайся тебе, я продам дешевле другому соседу. Но, тем не менее, по всей видимости, баланс-то всё равно остаётся, судя по тому, что это никак особо-то и не повлияло. Да, цены выросли. Цены, понятно, что выросли. Я не скажу, что зарплаты сильно выросли, но в то же самое время не было того, как было в ожидании, когда всё началось. Я же в это время был в Таиланде, когда началась специальная военная операция, и я на своей шкуре испытал, когда там рубль в первую неделю был вообще никому не нужен, просто там стоял за рубль, ноль местной валюты давали. А потом, значит, и ценник, и доллар, значит, вырос. То есть, доллар не вырос, это рубль просто так упал. И все думали, что всё, начали, что делать? Начали с этих сберкнижек снимать деньги и так далее. Такое началось. И даже пришлось повышать ставку рефинансирования, чтобы получать... Заградительная была под 20%. Да, и 19%, под 19%, кстати, многие мои знакомые, которые сняли деньги, они под 19%, ну, это на три месяца всего лишь давалось, положили деньги, да, в мае сняли, и всё, довольны. То есть, они особо не обращали на то, что где-то идёт специальная военная операция. Это, опять же, касается, наверное, всё-таки больше всего касается тех, кто, допустим, ну, чьи родственники приехали, там, вернулись ранеными или, там, погибли. Это понятно, что это личное горе. А основная масса людей, я так смотрю, уже всё, так, это как немножко затирается в сознании, пройдёт там пару лет, и это... Ну, я не знаю, когда она закончится, это специальная военная операция, кто-то говорит, вот Кадыров говорил, что до конца года, а если это будет на пару лет, то в конце следующего года, я думаю, что мало кто будет вспоминать, и мало кто будет давать свою категоричную, яркую оценку, как это происходило в первые дни, когда это всё началось. Юрий Батуев, программа «Мнение». Юрий, ну, вот время-то знаковое, да, 21 февраля, там, собственно, 24-е – это годовщина начала СВО. И прогнозов много разных. Одни говорят, что Путин в преддверии или вот параллельно масштабному наступлению российскому всё это дело объявит, и та сторона, говорят, готовится тоже к наступлению, тем более поддерживается очень мощно рядом развитых стран. Вот здесь ты всё-таки в армии служил, в отличие от меня? Да, да, я на самом деле тоже анализировал по поводу этих танков-леопардов различных, которые будут поставляться. На самом деле их не так много, во-первых, во-вторых, они, все танки должны работать в комплексе. Почему в начале Великой Отечественной войны мы, имея превосходство в технике, пусть даже она была чуть хуже по качеству немецкой, но мы проиграли, потому что у нас не было логистики. То есть на каждый танк требуется, там, не знаю, два этих грузовика-снарядов, там, две, значит, машины с топливом, да, чтобы заправлять, и должна быть логистика и так далее. Потому что здесь, на самом деле, танки с разных стран, потом, учитывая, что в комплексе с ними будут воевать, всё равно эта техника, которая из старого Советского Союза, которые находились в странах Варшавского договора, а сейчас они сначала с ВОО поступают на вооружение украинской армии, соответственно, это будет сложно. У российской армии немножко проще с этим, потому что всё практически унифицировано. Что будет, как себя будет вести дальше руководство, военное руководство России, я думаю, после того близкрика, который был в начале, когда пытались захватить Киев, и потом отошли, и укрепились, ну, сейчас большей частью идёт война вокруг боевые действия, идут вокруг... Тонецк. Да, это называется Артёмовск. Мы называем, они называют это Бахмут. Вот, и там, ну, там всегда, там изначально были всегда тяжёлые места для боевых действий во все времена, что в Гражданскую войну, что в Великую Отечественную войну, потому что в Тонбассе можно легко простраивать шалонированные линии обороны, то есть проще было наступать, и наступали и советские войска между Харьковом и Донецком, в Клиниево есть туда, и во времена Гражданской войны, то есть этот регион старались грамотно обходить, либо так, ну, там в зависимости от того, куда направление удара было, когда были белые в Крыму, и, соответственно, они защищали Тонбасс по северу, чтобы они находились южнее. Сейчас, наоборот, получается, сейчас не то, что наоборот, сейчас запад и восток, по большому счёту. Во время немецкого кортного наступления тоже были очень большие проблемы, потому что со стороны Донецкого плацдарма были несколько ударов в сторону Ростова-на-Дону, и немцы нужны были несколько раз отступать. По-моему, Ростов-на-Дону был город, который несколько раз переходил из рук в руки за время Великой Отечественной войны, по-моему, даже в этом плане рекордсменом считается, потому что вот этот балкон с Донецка, он очень сильно вредил этим немецким войскам. А сейчас, наверное, будет вопрос идти на выматывание противника, То есть, когда весной прошлого года пытались, значит, одним ударом всё сделать, и это не совсем удачно вышло. Ну, вышло удачно с точки зрения того, что коридор в Крым был, значит, отвоёван, и он удерживается до сих пор по линии Днепра, Запорожская и Херсонских областях. Донецк, вот вопрос в Донецке будет решён, вот в этом плацдарме. Дальше, если там Украина не строит эшелонированную оборону, чуть западнее, в районе Запорожья или Кривого Рога, то там будет проще вести расширенные, ширкомасштабные контрнаступления. Потом с танками же тоже целая проблема. Танки легко, хорошо бронируются с носа, а сейчас есть масса техники, которая может поражать либо с воздуха, либо просто неуправляемую ракету, запуская штурмную танк, он ищет место, где, как у каждой машины, есть радиаторы, тёплое место туда просто. А это невозможно, чтобы танк был прям весь... Конечно, ему дышать надо где-то, ему надо дышать, поэтому в это место легко можно залететь, в любое сопло залетает и так далее. Ну, там говорят, хотя у этих танков есть система, там многоуровневая система защиты, когда он тепловизором видит, потом отстреливается и так далее. Ну, это тоже надо уметь, это всё в бою, оно идеально, всё в учениях, а в боях всегда всё сложно. Я думаю, что сейчас будет, если так говорить языком, общим всех времён, всех войн, эта война будет на истощении, на истощении именно Украины. А бою до Остана? Да. А бою до Остана или нет? Я думаю, что, скорее всего, будет на истощении Украины война, потому что ресурсов много. Мы всё-таки, вот, я не знаю, будет ли это военные тайны, разглашение тайны, но это вряд ли это будет разглашением тайны, потому что вот мы в сторону дивизионной, если поедем, я вот в ДК Багжана въезжу всё время, там у нас будет премьера тоже фильма «Головар», я вижу, как там очень много танков стоит, вообще целый полигон. То есть, у нас почти год идёт специальная военная операция, у нас есть очень большое количество этих танков, которых гораздо больше даже, может быть, на этом полигоне, чем все те танки, которые предоставляет Запад. В свежем смысле новых модификаций. Да, неважно, но насчёт того, что новой или не новой модификации, я тоже много чего смотрел, Т-64, Т-72, Т-80, это на самом деле и модернизация разная, это по большому счёту играет роль, может быть, когда ты один на один танк выходишь, когда ты идёшь, у тебя идёт ширкомасштабное наступление, танк может восприниматься не как танк, а даже как, не знаю, там, боевая машина пехоты для поддержки той же самой пехоты, потому что некоторые даже конструкторы предлагали тот же самый Т-64, модернизировать до такой степени, вот раньше у Т-64 были слева и справа такие пластины, их называли в советское время «Бровью Брежнева», потому что было похоже, пластины, и сейчас вот некоторые модернизируют, хотят убрать автомат заряжания, ну, эти конструктора, для того, чтобы поставить туда менее мощную пушку, 100-мм вместо 115-мм, и усилить тем самым бронирование башни, лобовую проекцию тоже бронировать, чтобы этот танк служил как, ну, просто как броневик, поддержка пехоты. Если таких броневиков выйдет там сотня на поле, то будет очень сложно воевать 5-7 леопардов против них, учитывая, что и пехота тоже вооружена противотанковым оружием. То есть здесь может сработать принцип, ну, что хочет на самом деле Владимир Владимирович. Владимир Владимирович прекрасно понимает, что, и он об этом говорит, что мир должен быть многополярным. То есть он эту задачу поставил, он эту задачу озвучил, все прекрасно понимают, для того, чтобы был мир многополярным, для этого нужно ослабить Запад. Что нужно ослабить, прежде всего? Прежде всего, нужно ослабить вооружение. То есть Украина в данном случае получается как место, где будет вся техника, ну, грубо говоря, утилизироваться. То есть это такой изначальный хитрый план. Путин знает, что десятки стран начнут помогать Украине. Да нет, я думаю, что этот план тоже имели в виду. Я не думаю, что в Генштабе разрабатывали только план, что вот мы пойдем на Киев, и Киев будет взят. А если не будет взят, тоже это расценивали. И поэтому экономика была готова. То есть не было такого обвала, как предполагалось, что все, вот сейчас вот будет обвал. Ну, смотрите, курс рубля, в принципе, относительно нормальный. Параллельный импорт, в принципе, существует. Голодных людей, умирающих на улице от того, что у них нет продуктов, мы не видим. В любых супермаркетах продукты есть. На рынках картошка, мясо продается. То есть это такая стратегия была, видимо, задумана, запланирована. И даже не было, ну, жалко тех 500 миллиардов долларов, которые остались в зарубежных банках, и которые сейчас там заморожены и так далее. То есть с точки зрения, может быть, современных вооружений у нас, ну, так, электроники такой суперкрутой, как любят там сейчас на Западе делать, да. Может быть, у нас такого нет, но у нас есть массовость. Чем победили немецкие танки «Тигр» и «Пантера». Они были безумно крутые. «Тигр» и «Пантера», «Тигр» обладал автоматом заряжания. У него были амортизаторы, я не знаю, там, чуть ли не мерседесовские, там кондиционеры были и так далее. Ну, просто танк, ну, он был настолько дорогой и настолько сложный в производстве, что их невозможно было выпустить массово. И когда против одного «Тигра» выходило, там, 5-7 Т-34, да, которые могли с разных сторон его расстреливать, танки, которые, по сути, «Тигр» их мог подбивать, там, на расстоянии, там, полутора километров легко, а Т-34 не мог его подбивать, потому ИС был тяжелый танк сделан. Тем не менее, Т-34 боролись, они подходили. То есть один танк горел, а четыре танка подходят, да, сбоку его в простые, ну, то есть более тонкие места его расстреливало, и все. То есть с точки зрения массовости у России как раз есть большое преимущество. С точки зрения подготовленности экипажей, которые в армии служили, да, на стадии переподготовки это несложно. Танк, по большому счету, чем проще, тем больше людей может его обслуживать, и любого тракториста можно будет научить, и он будет воевать, если у него будет желание, мотивация. Поэтому на чужом поле, как вот эти танки «Леопарды» появятся, как их там хвалят, я там посмотрел, ну, да, он потяжелее, чем он 68 тонн вешает. Современные российские танки 45-46 тонн вешают. Ну, по сравнению с ними они средние, а эти можно считать тяжелые. Но я не думаю, что это огромное будет преимущество. Все, конечно, все покажется сражением, но и с другой стороны, даже когда появился «Тигр» и появились потом уже и «ИСы», тяжелые танки наши на базе КВ сделаны, очень редкие были случаи в конце войны, когда были прямые столкновения. Танки «Тигр» в основном в конце войны использовались как танки прорыва, поддержки тех мест, где были проблемные участки, либо нужно было прорываться. Чисто танковых сражений уже не было. Да и сейчас, наверное, вряд ли будет чисто танковые сражения. То есть, если танк выходит против него, значит, должно использоваться противотанковое вооружение. То есть, это вот именно танк должен продавливать, танк должен рушить огневые точки, танк должен разрушать бетонированные сооружения. Ну, посмотрим. Я думаю, что к тому времени, когда они будут поступать в Украину, может много чего измениться. Юрий Батуев, программа «Мнение». Юра, давай к посланию президента вернемся. Матя, ты вот к какой большой группе относишься? Тех, кто ждет важных решений и ответов на вопросы об СВО, или ничего не ждешь? Ты знаешь, если бы… Или, может, что-то еще какой-то другой вариант у тебя? Ну, ты знаешь, на самом деле я же говорил, что СВО вначале, когда началось, в сердцах и умах людей занимало большее количество места. Но потом проходит какое-то время, у людей, людям возвращаются их обычные бытовые заботы, и это все отодвигается на второй план в большинстве людей. То есть, люди там нужно дальше работать, отпускать, где-то отдыхать. И посмотрите сейчас, да, даже по посещаемости кинотеатров, как было, допустим, в середине года, и как сейчас, он на того же Чебурашку 6 миллиардов рублей… Народный народ потратил 30 миллионов. Я не знаю по посещаемости, если брать… Ну, Холопа он обогнал точно в разы, да. Ну, вот Холоп был до этого лидером российского. Ну, имеется в виду постсоветского, да. А если брать советский период, тогда в советское время 65 миллионов зрителей было, это как бы 50 миллионов, это было нормально. По-моему, сейчас у Чебурашки 30, около 30 миллионов зрителей. Это тоже нормально, с учетом того, что показывают только в России. И Россия, по численности, это половина Советского Союза, можно сказать. Вот. Поэтому я не думаю, что кто-то что-то ждет. Ну, давай вот выйдем на улицу и спросим у людей, считаете ли вы послание вообще самым важным? То есть, они не в первую очередь вспомнят, что есть послание. Может быть, даже многие и не знают об этом, да. А если знают, то не сразу вспомнят. Это нежизненно важно. Потому что у человека сейчас ничего не происходит критического, чтобы он думал о том, что скажет президент, потому что у него сейчас плохо, у него нет еды, все встало и так далее. Жизнь идет, поэтому... Ну, послание будет, да. Я думаю, что в данной ситуации... Ну, к сожалению, я не писал речи Владимира Владимировича Путина, 21 числа, я занят премьерой 16 февраля, Головар 2 струна. Но я бы написал так, чтобы все это прозвучало с точки зрения успокоения, что все нормально, все замечательно, жизнь идет, и так далее. Где-то идет специальная военная операция, все там идет по плану и так далее. То есть, для того, чтобы народ успокоить, и это, на самом деле, было бы в качестве задела на ближайшее время. А потому что... А дальше-то что? Ну, а что? Ну, была частичная мобилизация. Ну, это, мне кажется, потолок того, что можно было сделать. Общую мобилизацию, это другие... Сразу закон начинает работать, там компенсационные дела, давление на экономику. Частичная мобилизация оказалась самым таким эффективным в данном случае. То есть, за полгода, уже, наверное, полгода, как там мобилизовали почти 300 тысяч человек, и людей там обучают, и здесь у нас обучают. То есть, это задачи с точки зрения военного государства. Для государства это пока хватает. Юрий Батуев, программа «Мнение». Юра, ну, давай к фильму перейдем. «Головар-2 струна», 16 февраля будет премьера. Вот с учетом всех сложностей, вот кинопроизводства, кинопроката, которые, собственно, как начались в ковид, да, так они и не прекращались. Сейчас к этому еще прибавились новые факторы в виде там отсутствия иностранных фильмов, низкий спрос на посещение кинотеатров. Ну, может быть, сейчас ситуация меняется. Вот все эти вот факторы, они больше работают на то, чтобы фильмы были в производстве убыточные, ну, в прокате, я имею в виду, убыточные, да, не окупалось производство, собственно. По-моему, это произошло с фильмом «Золото империи», вот твоим предыдущим, поправь, если я не прав. Вот что сейчас происходит, давай на экономику, какие-то организационные вещи, насколько сложно сейчас вот снимать и прокатывать фильмы в России? Да, ты прав, что когда мы «Золото империи» выходили, это были ковидные времена, это был сентябрь 2021 года. Мало того, что ковидные времена, так как раз в дни премьера ввели ограничения 50, мало того, что было 50 на 50 ограничений, плюс люди боялись ходить в кинотеатры, потому что были под страхом. Потом вот в наши дни ввели QR-коды. Эти QR-коды у большинства населения не оказались, кинотеатры были пустыми, это было печально смотреть. И очень отрадно, что сейчас фильм оценили наш, взяли на 6 стриминговых площадок, на 5, на 6, не помню, и о Каиве, который самый популярный, ВИНК, Ростелекомовский, Мегафон, ТВ, еще там на какой-то, я не помню. В общем, то есть сейчас его просматривают, по результатам трудно сейчас судить, потому что отчеты дают, оказывается, раз в квартал. Так что... С какого времени появился? Ну, появился с 9 января, так что ищите, поэтому мы в апреле поймем, как там люди смотрят. Вот, а по поводу того, что сравнивая с предыдущими временами, вот «Головар» первая часть, сейчас продолжение выходит 16 числа, вот он выходил «Головар» первая часть в апреле 2018 года, тогда была здоровая конкуренция, фильмов было очень много, мы вышли, и в «Ландео» нам повезло, что мы были лидерами проката, наш фильм прошел 43 дня прокате, и в первый уикенд, он вообще 70% была посещаемость кинотеатра, мы обошли там все там мировые российские примеры, у нас там «Гоголь» был, все боялись, что «Гоголь» нас обойдет, но мы что-то вообще далеко позади оставили «Гоголь», и тогда было, да, тогда были хорошие времена в этом плане, потом и уже в «Ютуб», когда выложили 20 с лишним миллионов просмотров. Сейчас вот мы выходим со второй частью, совершенно в другое время, в другой ситуации, когда прошел и ковид, оставил тоже некий след, когда и началась, буквально не успели передохнуть, началась специальная военная операция, на фоне которой нам иностранные компании ввели санкции, в том числе вот эти голливудские конторы, которые приучили наших зрителей к каким-то таким фильмам довольно-таки простым и примитивным, но зато люди ходили, потому что там красивые, яркие, там какие-то неестественные персонажи, всякие разные сценарии предсказуемы, все по шаблону голливудскому, они приучали молодежь, все это перестало появляться в кинотеатрах, соответственно, был спад, потому что у нас пожилые-то люди-то не ходят, у нас вот больше всего, да, я заметил, обсуждают люди про фильм, люди пожилые, которые не ходят, прямо такие-зантаки, там кто-то там сразу какое-нибудь кино выходит у нас, все там плохое кино, такие-сякие, все там снимайте про другое, да, ну советчики такие, более люди в возрасте, да, они не ходят в кино. Вот, молодежь перестала ходить, и вот на этом фоне, конечно, потому что нечего смотреть, и на этом фоне, конечно, стали выходить такие фильмы, как «Брат 2», например, которого 30 лет назад, я не знаю, сколько, 20 лет назад выпустили, и вот он сделал большие сборы, да. Сейчас я посмотрел тоже такие фильмы, очень хорошо известные советские, тоже выходят, и релизы есть, то есть их там где-то, видимо, реставрируют, и с новым звуком выпускают, чтобы они как-то мало-мало заполняли нишу. Но сейчас, да, сейчас появились отечественные фильмы, «Сердце Пармы» вышло с актрисой, с нашей Еленой Ербаковой, которая работала в Русском драматическом театре, «Вуланды», она снялась вот в этой, значит, вот такой, не знаю, ну как монументальное, импичное кино, да-да-да, и довольно-таки неплохие были сборы, была хорошая, значит, как сказать, критика, отзывы, а потом вышел Чебурашка, который, на мое удивление, он вообще Чебурашка, конечно, это, я вот думаю, что, может быть, действительно люди устали от какого-то, какой-то неопределенности, кто-то от негатива, и просто пошли вот на такое абстрактное кино, на несуществующего персонажа, и просто посидеть там полтора, там сколько-то, два часа в кино, там просто, ну просто отвлечься, я думаю, что и на Головара пойдут с таким же настроением, надеюсь, вот, и да, ну а то, что, говоришь, иностранные фильмы, да, они, отсутствие их сделало провал в середине года, но наши кинематографисты проявили смекалку, значит, через, есть же параллельный импорт, кто-то, допустим, айфон через Казахстан, значит, в Россию завозит, а кто-то и фильмы завозит через Казахстан, ну а что проще, там же на русском языке же все идет у них, взял сразу копию и все, и это все распространяется через кинотеатры каким-то образом, ну, я не буду говорить каким, я-то знаю каким образом, из-за какие суммы распространяются, но я не буду сильно тут это, как говорится, мешать этому бизнесу, потому что он, как бы, ну, не запрещен, потому что, ну, все, поругались с Америкой, то есть полиция не придет, да, нас не дружим, за то, что аватара показывает, нет, нет, она придет, она придет к муниципальным кинотеатрам, муниципальным кинотеатрам, муниципальные кинотеатры, которые работают от фонда кино или просто муниципальные кинотеатры, им запрещено, на бюджете на городском, да, им запрещено, я говорю, а что вы не возьмете, допустим, для поддержки аватара, они говорят, ну, что, сразу же, говорит, У нас пойдет проверка, и будут очень серьезные разборки Поэтому муниципальные кинотеатры Не имеют такого права Частные кинотеатры имеют такое право Почему? Они заключают договор, они имеют право прокатывать Ничего там такого плохого нет Ну, то есть, они не сами, а как будто бы Кто-то там что-то продавал Конечно, да, это такая субаренда То есть, тот, кто, допустим, выдает В аренду, он, значит, он За все это отвечает И все нормально, надежные партнеры и так далее То есть, это вот так называемый параллельный импорт Потому что он сейчас во всем присутствует Там серые айфоны и так далее Там техника, которая приходит Оттуда Вся Которая даже в сервисной поддержке Там уже Россия везде вычеркнула Я смотрю по технике Даже вот у меня оборудование, которое было куплено Для съемок кино еще до специальной военной операции Я раньше входил в сервис поддержки Сейчас хожу, уже там Я могу там войти от какого-нибудь Более-менее понятного Украина, Польша Или какие-нибудь такие страны Или Чехия, где там примерно похожие слова Только на латинском Латинской транскрипции Вот И эти кино, надо сказать, надо отдать должность Что они поддерживают приток Зрителей в кино То есть, они приходят в фильмы смотреть И Аватара, и прочие там Зарубежные фильмы довольно-таки неплохие То есть, я думаю, что А, кстати, да И некоторые зарубежные компании Они все-таки решили вернуться Кинематографически Насколько я помню Не знаю Боюсь соврать Уолт Дисней, по-моему Под другим именем возвращается в Россию Ну, под каким-то, не знаю ООО Можно назвать там Уолт Дисней ООО «Могучие утки», например Вернуться и все И работать вполне официально Хотя Тоже вопрос о том Как вернуть Заработанные деньги туда Это очень сложный Потому что Допустим Существует несколько банков Которые работают На сегодняшний день Я не буду называть названия Которые могут работать Имеют Доступный свифт Ну, потому что эти банки Они зарубежные И они Их страны В свое время Дружественны России Это, например, как Австрия, по-моему Австрийский один банк Назвать не буду Потому что это будет реклама Вот То есть По идее Вот можно Из-за рубежа Деньги Ввозить в Россию Через этот банк Единственное, что Из России Когда туда выводишь Там получается Бешеная комиссия Может быть Через эти банки Будут выводиться Средства Заработанные Киношниками Иностранными Будут выводиться В страну Где фильм был произведен Ну, по-другому же Никак нельзя Потому что Иначе можно ввести наличку А наличку ты увезешь На одно лицо Не больше 10 тысяч долларов А если фильм заработал В России, допустим Там 30-40 миллионов долларов Это надо разделить На 10 тысяч долларов И посчитать Сколько нужно Человек-челноков Который перевезут Эту валюту Говоря уже о всяких Других сложностях Да С обналичкой С обналичкой Так вот по этому поводу Когда в свое время Был разговор о том Что Почему в Советском Союзе Не было такой массовой И организованной наркомании Это как раз Вот с этим было связано Потому что В советское время Вот Различные героиновые Наркомании И Ну, которая была там Ну, разные там Вот эти порошки Различные, да Они существовали всегда Но в Советский Союз Почему не приезжали Каналы доставки На самом деле были Но вопрос-то был в другом То есть они привезут Эту Эту наркоту Они приучат населению К наркомании Они заберут У населения Что, рубли И потом Что они Вот Принесут свои там Те съемные квартиры Где они там Тайно это все там Собирают И с этими мешками Рублей Куда им деваться Они за рубеж Перенесут Там они никому Рубли не нужны В СССР Невозможно было Рубли поменять На доллары В таком Количестве Там не то Что там В единичных Количествах Где возможно было А если это Целая наркоиндустрия И поэтому И поэтому В том числе В СССР Не было такой Массовой наркомании И сейчас На самом деле Возможно Кстати Таким образом То, что не работает Свифт и так далее Очень Некоторая часть Преступности Она просто Перестала существовать Ну потому что Ну невозможно Деньги за рубеж качать Я не говорю о том Что там Легальные есть Когда Обналичивание идет Да Ну раньше же были Там нефтяные Газовые Там владельцы Иностранные И так далее Которые имели Там акции свои В составе Там наших Там Каких-то Нефтяных компаний То просто там Какие-то люди Там мошенники Которые там Не знаю Занимались Какими-то такими делами Они просто сейчас Могут не Ну не получить ничего И сейчас Вот вы заметили Да Когда война Боевые действия Начались с Украины Меньше стало Всего этих Телефонных мошенников Которые По картам Говорили Что у вас карта Звонили с Украины Звонили с Украины А сейчас Это перестало существовать Потому что Ну даже если Они переведут Эти деньги Куда-то Что-то А куда-то Потом девать Как это Она туда не поступит И конвертации Не будет Из рубля В гривну Там Или из рубля В доллар Потом в гривну Это очень сложно стало Поэтому некоторые виды Мошенничества Они перестали существовать Мы там про кино начали Закончили про мошенников Вернемся сейчас Кино Юрий Батоев Программа Мнения Юра Ну вот Я так понял Что собственно Головар первый По-моему Миллиона два рублей Заработал Да Да Миллион семьсот По-моему Это окупился фильм Или нет Да Я думаю Что он Или по нулям Нет наверное Скорее всего По нулям Я просто Сейчас Когда мы стали Вторую часть снимать Конечно Мы стали Именно Учитывать Что Зрители уже Хочут головара То есть И оборудование Кстати Оборудование Которое Значит Сейчас используется Во время съемок Это благодаря Кстати Министерству культуры И когда я получил Да Министерству культуры Бурятия И я получил Субсидии до этого На производство Фильма Золото империи И плюс Вот в этой субсидии Ну Плюс в том Что конечно Деньги дают Да Но я в своем Случа Распорядился Таким образом Что я купил Практически Ну Большую часть Оборудования Там Звук Микрофоны Рекордеры Камеру Которые там С объективом Ну как примерно На московских студиях И в принципе Картинка получилась Головар 2 Очень такая Яркая Насыщенная Ну там Потому что Действительно Это не просто Снимать на фотоаппарат Там или на что-то еще Как мы снимали Фильм Головар Вот И это конечно Удешевляет процесс Потом Многие вещи Конечно делаю я сам И съемки И монтаж И сцедокоррекцию И какие-то еще вещи То есть это Идет удешевление Процесс Потом Сейчас Насчет Прибыли Очень трудно сказать Вообще По поводу Каждого фильма Сложно загадывать наперед Но все-таки Надеемся Потому что Наш фильм Все-таки По России берут И в Грозном И в Екатеринбурге И в Сочи И в Новочеркасске И в Омске В таких больших Кинотеатрах Многозальниках И в Барнауле Взяли еще там Несколько городов Потом у нас Еще там Одна компания Большая 50 кинотеатров Муниципальных Предлагает Вот сейчас Вот мы решаем Буквально на днях Вопрос То есть Я Это Отдал на откуп Людям Которые Занимаются Этим делом Постоянно Вот И сейчас Посмотрим Как это Будет Как это Будет Монетизировано Но потом У фильма Несколько Стадий Следующая Стадия Это То же самое Стриминговые Площадки Потом Есть интерес У московских Кабельных Каналов Которые Вещают Ну грубо говоря В сотых Двухсотых Кнопках Они могут Купить Фильм Головар 2 Потому что Знают Они что Это Такое Поэтому Сейчас Идет Такой Вечный Процесс В Иркутске У нас Выходит Фильм 23 февраля Потому что Мы не успеваем Везде У нас Нет Такого То есть Работают Хотя Централизованно Но Все равно Охватить Это Сложно Потому что Это Проще Допустим Какому-нибудь Мосфильму Заниматься До студии Которые Каждый четверг Выпускают Или там Центр Партнершип Которые Каждый четверг Выпускают У него Все по накатанному Как пирожки Выпекать По графику А тут Получается Раз в два года Выпускаешь И каждый раз Приходится Начинать Все с нуля И напоминать О себе И договариваться Очень сложно Поэтому Работают Несколько людей Ну Надеемся Что Будет интерес И то Что Некоторые Кинотеатры Говорят 23-го Возьмем Некоторые Говорят Потом В начале Марта То есть Интерес Есть И хорошо То что Мы Вышли Выходим 16 февраля Не так близко К Чебурашке Потому что Чебурашка По-моему В январе Месяце Все Пропылесосил Все Примеры Января По-моему Все съехали На нет Потому что Чебурашка Действительно Он там В одном Нам говорили На Западе В одном Многозальном То есть В одной киносети Он уже Там Когда прошло Там 5-6 недель Он уже Там Еще 30 30 залов То есть У них там Несколько кинотеатров По России 30 залов И причем Дивные показы И ходят Там больше Половины народа То есть Не знаю В чем успех Чебурашки На самом деле Но Говорят Что Что он сумел Вот этим Своим форматом И подходом Сразу Несколько поколений Зацепить От детей С точки зрения Что вот Игрушечный Какой-то Зверек До взрослых Уже До нынешних Бабушек И дедушек Которые Собственно Чебурашку В момент его премьеры Видели Маленькие Ну ты знаешь Все равно Старшие поколения Меньше ходят Я все время Я надеюсь Кстати Что на головар Два пойдут Старшие поколения Вот как раз Я когда Даже с 30-летиями Разговариваю Они говорят Вот мы ходим в кино Я спрашиваю Как часто вы ходите в кино Начинаем выяснять Сколько фильмов Они посмотрели За прошлый год Выясняется Что они посмотрели Там 4-5 фильмов Я говорю Ну вы ходите меньше Раза в месяц Даже раз в два месяца А вы себя считаете По инерции Как тогда В юношеском возрасте Лет 10 назад Вы ходили Там каждую неделю На новую премьеру Все То есть это практически Где-то даже Потерянные поколения Для кинотеатров Но как раз Вот такие фильмы Как Чебурашка Как местные кино наши Которые там Информацию Я думаю Про Головара Уже многие знают То есть люди Из интереса Пойдут смотреть Вторую часть Поэтому будем надеяться На то Что кино Кинорынок наш Значит Возродится Именно вот Несмотря на то Что происходило В прошлом году И мы вот с таким расчетом Выходили после 16 февраля И хорошо Что мы не вышли 16 Опять повторю Потому что Чебурашка На самом деле Ну Чебурашка Я Чебурашку смотрел Конечно Такой интересный фильм Ну как сказать Он немножко сделан По шаблону Такому Голливудскому То есть должна быть Хорошая яркая история Не обязательно сложная история Там про добро и зло Не сильно замудренная Да Но при этом Персонажи использованы Актеры Такие известные Как Гармаш И Елена Яковлева И Чебурашка И Чебурашка Которого все знают Допустим Кошечек По классике Не на земле лежат И существующий персонаж Ну Чебурашка Не научила разговаривать Мой сын Ну надо же И никто Я бы увидел Чебурашку Я не знаю Уже бы бегал По диагонали По стене И вдоль По потолку Потому что Персонаж явно Не существующий При природе Мы наверное Всегда реагируем Более так Более Живо И неадекватно Актер Дмитрий Певцов По моему Это он Обвинил фильм В пропаганде Чуждых там Ценностей Скажу так Где Ну потому что Гармаш Как будто был мамой Да Гармаш мама Да Гармаш это Крокодил Гена Я так понимаю Ну да В конце выяснил Полфильма Мы не знали Как его зовут Потом кто-то Назвал его Ген Ааа Тогда сразу мысль такая Вот кто у нас Крокодил Гена И потом в конце Он на гармошке запел Пусть бегут неуклюжие Я правда Не слышал Но я смотрел его С небольшим количеством людей Но говорят Когда полные залы были Когда Гармаш брал гармошку Скоро гармошку может нарисоваться Гармошку брал гармаш Тогда Значит Он пел песню Пусть бегут неуклюжие И говорят Что весь зал прям подпевал Там неважно Молодые Дети же учатся Дети Старики знают Этой песни Тоже со своего детства И говорят Видимо Вот эта эмоция включалась Потом люди шли Разносили сарафан Самое же важное в кино Что сарафанное радио И потом Видимо Вот такая вот Посещаемость Ну Да А что Что больше смотреть По большому счету Ну вот А насчет того Что там Мама назвала Ну я не знаю Это сильно в глаза Не бросается Ну просто Это было прикольно Ну и увидел Тебурашка Мужика Который заботится Ну пусть он будет мамой Тебурашка Тем более существует Тоже по-моему Бесполый Да какой-то Наверное я не знаю Хотя больше Я его как мальчиков Ну а чебурашка Женщина Чебурашка Не знаю Ну Ну Легушка Тоже Мы же не называем Мужчину Легух Поэтому Ты песни Упомянул Еще Наверное Еще одно эхо Вот Чебурашечного Успеха Ты слышал Или не слышал Какой-то Исполнитель В телеграм-каналах Гуляет версия Спел песню Вот эту Я был когда-то Странной Игрушкой Деревянной На мотив Владимирского Централа Не знаю Я был когда-то Странной Игрушкой Деревянной Не знаю Которой в магазине С учетом того Что Римский папа Обозвал Значит Бурятович Чеченцев Да Помнишь Потом изменился В кровожадности Я где-то Слышал Что Чебурашка Это Расфроц Чеченец Бурят И Рашка Ну да Это получается Рашка Нас называют Россией Вот они какие То есть Вот Это может быть Такой Тайный Код Который Патриотический Который Тянет Всех зрителей В кинозалы Поэтому Да Можно сказать Что Чебурашка Если брать То это И бурятская Юрий Батойев Программнение Юр давай Головару Вернемся К уже Такому Дов Двум Фильмам У Первого Головара Вот Он же Золото Империи Ты сказал В онлайн Кинотеатрах Есть Первый Головар Есть Только В ютьюбе Да Вот С выходом Второго В какую-то Связку Увязать Я не знаю В онлайн Кинотеатрах Впоследствии Какие-то Мысли В этом Плани Да Уже Потому Что Я так понимаю Не монетизированы Вот эти 20 миллионов Процесс Никак Ну вот Смотри С видом Всегда сложно В этом плане А вот С онлайн Площадками Проще То есть Если фильм Отдаешь То они Тебе Должны платить Какие-то Определенные Средства Все зависит От того Как будет Смотреться Некоторые Фильмы Говорят Что Да Которые Ну такие Я думаю Что Ну если Чебурашка Там появится То Да он По-моему Там и появился Чебурашка То он тоже соберет Немалую сумму Потому что Людям будет проще Заплатить Допустим 150 рублей Или там Сколько Бывает 250 рублей И кому Допустим Ну нет Кинотеатра дома Он живет На каком-нибудь Я не знаю Северо Где может Не быть Кинотеатром Ну я знаю Поселок Намы Тысячи поселков Есть такой поселок Намы Северно Водосеверно Ледовитого океана Я еще в детстве удивлялся Думаю У нас же как далеко Поселок находится И если там Родиться Как потом оттуда Просто взять Купить обычный телевизор С приставкой С интернетом И все И смотри Там Смарт-ТВ Спокойно Любые фильмы И так же Не ходя в кинотеатры Не тратя лишние деньги На попкорн А здесь То же самое Получается Что У нас Предложения Сразу посыпались Когда мы получили Прокатное удостоверение В сентябре Сразу начали Предлагать нам Со стриминговых площадок То же самое С Онлайн Как называется Телеканал О которых я говорил На сотых-двусотых кнопках В Москве Которые находятся Вот В Ютуб Тоже можно выложить Скорее всего И Золот Империя Скоро выложу в Ютуб Потому что Когда с ними я сговорю Да ничего страшного Говорят Оно одно другому не мешает Пусть даже Если где-то в торрентах У кого-то появляется У людей У каждого направления Есть свои зрители И это Больше-меньше Оно не станет В этом плане Просто Если кто Приучился уже К стриминговым площадкам Они Приучаются Хорошему То есть Они знают Что там заранее Хорошая картинка Звук 5.1 И все нормально То есть Он не получит Какой-нибудь там Урезанный В Ютубе Там фильм Где там Из-за авторских прав Там приходится Музыку вырезать Там Не знаю Ну там всякое разное Бывает Некоторые видео смотришь Там раз Отрезанный там Кусок Ну потому что Видимо прилетел страйк За то что Кусок песни там Или кусок передачи Находится где-то Уже до этого Заранее Ну тут право первого Срабатывает То есть Кто первый накидал себе На канал Тут потом страйки раскидывают Чтобы там Либо монетизацию притянуть Либо самому там Как-то Ну и есть Такие есть Вот Насчет Да здесь надо думать Не насчет Уже дальнейшей жизни Головара Он уже Сейчас 16 февраля Пойдет в своей жизни Надо дальше снимать Новое кино Третьего Головара Учитывая опыт Да нет Надо что-нибудь другое Снять А третьего Головара Возможно вернуться Посмотрим на реакцию Зрителей И это Сделаем там Какой-нибудь фильм Под названием Головар против Чебурашки Зачем третьего Головара Например Ну Головар Во-первых против Уже против Аватара У него был Он победил Чебурашка Аватара Поэтому здесь будет трудно Победить Чебурашку Будем надеяться Что хотя бы Вот В нашем локальном прокате Да Я уже уверен Что зрители наши поддержат Да уже Со всех сторон Реакция видна Когда мы разыгрывали Билеты Например На примерный показ В разных Радиостанциях Телевидении Там Ажиотаж был Такой Прям Не знаю Люди сразу отвечали На вопросы По первому фильму Казалось бы Сложные вопросы Но люди смотрели кино И сразу отвечали На вопросы Буквально с первых секунд Выигрывали билеты Поэтому это очень радует Что люди помнят Первого Головара Соответственно Людям будет интересно Посмотреть вторую часть Головар 2 Струна Которая выходит 16 февраля Уже скоро Прямо аж не верится На этой неделе Выходит Мы записываемся 13-го Да Юрий Батуев Программ Нение Юр Скажи Жители Бурятии Где конкретно Смогут посмотреть В каких кинотеатрах В каких населенных пунктах Так Ну это сейчас надо вспоминать Ну в городе Улан-де Везде пока Кроме капитала То есть есть у нас Форум Есть у нас Пиплс Есть у нас Еврозона Есть у нас Пионер Пионер 2 Потом у нас Выходит в ДК Вакжаново На дивизионные Муниципальные Ну и нормальные кинотеатры В авиаторе Возле аэропорта Это весь аэропорт Это может быть Исток Это солдатский Потом выходит В Селенгинске В большом кинотеатре Потом выходит В Севербайкальске В Севербайкальске Они молодцы Они сами вышли Это большой кинотеатр Прямо они с уверенностью взяли на месяц И там говорят Всегда все кинематографисты говорят Если взяли Севербайкальск Это очень будет хороший прокат Потом Сосновоозерск Новая Брянь Я уже не могу вспомнить В Мухашибири В Сагануре Марта Сейчас не могу взять Например Под Турунтаево Потом Турунтаево возьмет Все будет вот так вот каскадно Это будет Я думаю Это будет длиться долго По мере того Как это будет интересно зрителям Все будет зависеть От сарафана Первой недели Возрастное Какое ограничение? 16 плюс Ну и я думаю Что 16 плюс На самом деле Можно было и 12 плюс Потому что там Несмотря на то Что на громкое название Криминальная драма Там такая жизненная история И поэтому я думаю Что в плане Даже Как-то воспитания характера Преодоления трудностей Я думаю Что молодым Очень пойдет Именно Посмотреть этот фильм Я думаю Что они Много чего Для себя Позитивного И положительного Подчерпнут Юр Спасибо огромное Удачные премьеры В ближайшие дни Все это начнется 16 февраля Кинорежиссер Поэт Автор-располнитель Собственных песен И стихов Юрий Батоев Принимал участие В программе Мнение Вел передачу Игорь Озеров Всего доброго До свидания Спасибо Игорь Спасибо уважаемые Слушатели канала Игорь Озеров Обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Смотрите Все передачи